Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Это программа 100 вопросов, и сегодня мы находимся в здании музея Симбирской классической гимназии. И за партой, за которой сдавал экзамен Владимир Ильич Ульянов-Ленин, сидит героиня сегодняшней программы, министр образования и науки Ульяновской области Наталья Владимировна Семенова. Добрый день. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня последний день летних каникул. Отдохнули студенты, школьники, педагоги. А вы? Нет, нам некогда отдыхать. Я не была в отпуске. Все лето мы с моими коллегами готовили школы, детские сады, дополнительное образование к приему наших детей. Подготовили, успели? Подготовили. На 100% регион готов к началу нового учебного года. Наталья Владимировна, если говорить об отдыхе, то как вы предпочитаете отдыхать? Пляж, Эльбрус, домик в деревне? Я очень люблю путешествовать. Мне интересно новое, причем новое разное. И историческое, и кулинарное, и художественное. Я большой любитель смены места. Путешествуете по России или горизонт? Очень люблю Россию, очень люблю. Но вместе с тем люблю и другие страны. И мне очень нравится параллельно с путешествием еще об этом и читать. Что вы сейчас читаете? Булкаков, Мастера Маргарита. Книга, которую я могу перечитывать множественное количество раз. Я ее впервые прочитала в школе. Это была школьная программа. Но, к сожалению, в тот период я ее не очень поняла. Потом я ее перечитала в студенчестве. Потом я ее перечитала, когда только начала работать. И вот сейчас опять период, когда мне выдается, ну, несколько минут ночного времени, я вновь открываю Булкакову. Наталья Владимировна, как вы считаете, любит ли читать нынешнее поколение подростков? Вы знаете, я даже уверена в том, что ситуация по отношению к чтению со стороны детей кардинально поменялась вот в последние годы. Если вспомнить лет 10, может быть, 12 назад, у нас не было такой активный читательского интереса у детей. А вот последние годы он появился, и дети стали читать активнее, читать много. И мне кажется, этому способствовала и организация работы по привлечению детей к чтению со стороны и региона. У нас губернатор серьезное внимание уделяет в принципе о отрасли образования и чтению как одному из направлений. Мы же, если помните, не так давно были признаны самым читающим регионом. И большой вклад здесь вложен и нашими школьниками и студентами. Наталья Владимировна, одна из редакторов авторитетного портала рассказала такую интересную историю. В этом году абитуриентов 100 бальников, абитуриентов журфака МГУ попросили написать диктант 100 бальников. На два абзаца 20 ошибок. Это показали выпускникам школы, абитуриентам. Они признали это, сказав о том, что заточены отвечать правильно только на вопросы теста. Как вы можете это прокомментировать? Ну, такая проблема, наверное, есть, но она скорее не массовая, на мой взгляд. Мы смотрели наших абитуриентов и могу сказать, что уровень грамотности на филологические факультеты, мы же говорим о них, если поназывается журналистику, это именно филологическое направление, грамотность на достойном уровне. Как вы относитесь к единому государственному экзамену, Наталья Владимировна? Неоднократно этот вопрос задавали мне и моим коллегам. Вот если вспомнить годы нашей молодости, нашего детства, и люди моего примерно возраста чуть постарше вспомнят, что по окончании школы мы сдавали шесть экзаменов. При поступлении в ВУЗ, плюс мы сдавали еще четыре экзамена. В то время мы могли выбрать только один ВУЗ, куда мы направили свои идеи, мысли, чем бы хотели заниматься. Что позволяет единый государственный экзамен сейчас? Это некий срез знаний, который делается один раз в школе, и это позволяет далее ребенку направить свои документы А. в несколько ВУЗов, Б. почтой и В. не сдавать вступительные экзамены. То есть единый государственный экзамен расширяет возможность ребенка в поступлении в любой ВУЗ страны. Мне кажется, все-таки, плюсов больше. Вы уже год возглавляете Министерство образования и науки Ульяновской области. Можете назвать самые ощутимые достижения, которые произошли за этот год? Действительно, уже год чуть больше. У меня знаковое было назначение. Меня назначили министром образования 25 мая. Это день, когда в нашем регионе звучат последние звонки. И в течение года, на мой взгляд, мы мощно продвинулись по ряду направлений. Во-первых, под четким руководством, вниманием особым нашего губернатора мы выполнили указ президента по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет. В дошкольном образовании у нас есть серьезные инновационные программы. Например, программа «ТРИС-технологии» в дошкольном возрасте. Это, конечно, не за год случилось. Это в регионе работает достаточно давно. Но почему хочу обратить внимание именно на эту инновацию? Дело в том, что, будучи студенткой педагогического вуза, я активно увлекалась этой технологией, ТРИС-технологиями. Но как-то случилось в стране, что она никому не стала интересна. А в нашем регионе, в дошкольном возрасте, эту технологию сохранили. И интересно, что научный руководитель данного направления, Сидорчук Татьяна Александровна, она в свое время была моим учителем в педагогическом университете и вела спецкурс как раз по этой интересной методике. И эта технология признана лучшей в стране. К нам едут учиться со всех регионов. И за год к нам, вот не поверьте, автобусами приезжали из регионов по Волжье. Если говорить об общем образовании, то мы значительно повысили свои результаты по Всероссийским Олимпиадам. Мы вошли в двадцатку лучших регионов страны. И губернатор нам поставил задачу, чтобы на следующий год мы были уже в пятнашке. Мы к этому будем стремиться. И достижение у нас буквально две недели назад. Девочка Анна из первой школы участвовала в международной Олимпиаде по математике в Китае. И привезла золото. Представляете, наша девчонка из Ульяновской области в мире признана лучшей. Среднепрофессиональное образование. А как этому содействовало министерство, простите, я перебью, к тому, чтобы девочка привезла из Китая золото? С девочкой занимались высококлассные профессиональные тренеры, хотя это педагоги, учителя как в школе, так и преподаватели вуза. Министерство поддерживает это, создает условия для того, чтобы ребенка можно было подготовить. Финансово помогали, для того, чтобы ребенок мог показать себя и наш регион, нашу страну на таком высоком уровне. Среднепрофессиональное образование. Мы стали одной из семи площадок, я имею в виду территорию, регион, где создан межрегиональный центр компетенции. Это авиационный колледж. Мы вошли в семерку регионов, которые получили право на создание такого центра. Центр у нас по обслуживанию транспорта и логистики. Центр уникальный, его даже сравнивали с подобными центрами в Сингапуре. В центр вложено очень много средств. И со стороны региона, огромное спасибо нашему губернатору, и со стороны федерального центра. Оснащен новейшим оборудованием, некоторого из которых нет даже в стране. Это обучающий центр? Это обучающие приезжают к нам из большого количества регионов. И вот ребята, которые тренировались на площадках данного центра, буквально недавно привезли нам 4 награды с национального чемпионата молодые профессионалы. 2 серебра, 1 бронзу и медаль за профессионализм. Это достойно. Наталья Владимировна, если я не ошибаюсь, свой профессиональный путь вы начинали воспитателем в ясельках. Это так? Не в ясельках, а в дошкольном возрасте. В дошкольном возрасте. Скажите, пожалуйста, изменилось ли нынешнее поколение педагогов? И поколение педагогов, мне кажется, немного изменилось. В какой сторону? Цифра пришла. Цифровизация. То есть вот эти электронные ресурсы, дистанционное образование. Такого раньше не было. Но, на мой взгляд, не изменилось сердце педагога, душа педагога, стержень педагога. Педагог – это профессия от Бога, а вот все остальные профессии от педагога. Поэтому без души и сердца какой-то особой любви к детям невозможно работать с детьми. Наталья Владимировна, а какой процент выпускников педагогического университета идет работать по специальности? Ну, могу даже на конкретных цифрах. Вот если говорить о сегодняшнем выпуске. 680 выпускников педагогического вуза. Примерно 200 из них желают продолжить обучение. Поясню, с чем это связано. У нас сейчас двухуровневое высшее образование – бакалавриат и магистратура. То есть наши, мои коллеги, уже бывшим студентам, заканчивают сначала бакалавриат, как первый уровень высшего образования. А затем желают углубленно изучать то или иное направление, но для этого нужно поступить в магистратуру. Поэтому 680 минус 200. Где-то процентов, наверное, 15-20 уходят в армию. Это факт. А ребят, кстати, с каждым годом в педагогику приходит больше. Медленно увеличивается количество парней, но этот рост есть. Детские сады, школы, среднее учебное заведение, высшие. Не испытывают ли они кадрового голода? У нас на сегодняшний день 96,4% укомплектованной кадрами совсем чуть-чуть не хватает. Но вот сегодня неделя заканчивается, и еще наши выпускники подойдут в школы. Мы понимаем, кто еще не дошел. И вопрос укомплектованности будет 100% решен. Но на самом деле есть здесь, на мой взгляд, проблема. Это нехватка учителей иностранного языка в сельских школах. В этом году мы будем серьезно заниматься этим вопросом, потому что буквально через два года иностранный язык станет обязательным в рамках единого госэкзамена. Поэтому мы должны решить этот вопрос для того, чтобы у детей не было сложностей с создачей языка, с его изучением. Такая проблема есть. Вы уже продумали ряд мотивационных мер для того, чтобы привлекать педагогов? По инициативе губернатора в регионе сейчас реализуется проект. Он стартовал уже. Иностранный язык для всех. То есть мы здесь охватываем все категории, начиная с дошкольного возраста, заканчивая людьми пенсионного возраста, чтобы все население знало иностранный язык. Мы же стремительно развивающийся регион. К нам заходят инвесторы, к нам приезжают много гостей. И для того, чтобы можно элементарно на улице объяснить, где какой магазин и как до него дойти, язык должны знать все. Вы знаете английский, хотя бы на базовом уровне? Знаю, да. Не профессионально, могу честно признаться, но знаю. Разговаривать могу, когда выезжаю в другие страны командировки. Я могу общаться. Разговор на есть. Наталья Владимировна, у вас взрослая дочь. Да. Она студентка? Она магистранка. Какого отделения, факультета? У меня дочка закончила факультет иностранных языков педагогического университета, то есть выбрав профессию мамы. Но уехала изучать дальше язык в Москву. Она магистранка Российского университета дружбы народов. То есть в школу, университет преподавать она пойдет? Она пока не определилась, но желание учить у нее было с детства. Поэтому я думаю, что, скорее всего, выбор выпадет именно на профессиональное образование. Вам удается проводить время вместе? К сожалению, крайне редко. И меня очень это на самом деле беспокоит. Мы с моей дочкой, просто дочкой мамы, мы подружки. И это очень важно. А как вы любите проводить время, которое все-таки удается провести вместе? Мы путешествуем всегда вместе. Мы любим обсуждать прочитанное. У меня ребенок, несмотря на то, что она действительно взрослая, ей 24 года, но как-то я всегда ее так называю, она, поскольку хорошо знает языки, практически в совершенстве, она читает еще и на иностранных языках, на английском, на французском. И мне очень приятно с ней обсуждать прочитанное не только мною, но и ею. Да, это интересно. Решающее влияние на выбор факультета кто оказал? Ее бэкграунд или ваши рекомендации? Ее. Она хотела связать свою жизнь с языками. Часто была на моих лекциях. Я в 23 года отработала в педагогическом университете. Она жила практически в атмосфере преподавания. И знание языка и умение преподавать в ней жило практически до школьного возраста. И поэтому мы не выбирали долго. Мы определились сразу. Наталья Лазимовна, вы родились в Ульяновске? Родилась в Ульяновске. У вас были мысли покинуть регион? Я после окончания университета, тогда это был институт педагогический, поступила в аспирантуру города Москвы. Закончила ее, защитила диссертацию там же в Москве. И мне предлагали остаться сразу в Москве и работать в вузах. Причем успешные два вуза были предложены. Я отказалась. Я вернулась в Ульяновск. Меня манит изменение Ульяновска. Вот что было с ним раньше, когда я была студенткой. Что с ним стало потом и что с ним происходит сейчас. Колоссальные изменения. Красивый город. Вот буквально недавно у нас в гостях были коллеги из соседних регионов, министры. И с восхищением рассказывали, какой чистый, какой ухоженный, какой европейский город. Еще приятно. Он с особым запахом. Он с запахом русской реки Волга. Наталья Владимировна, почему молодежь покидает наш регион? Вопрос действительно актуальный. На мой взгляд, так скажем, не вся молодежь покидает. У нас есть случаи, и не единичные, когда ребята уезжают и возвращаются. Уехали, попробовали, поняли, что это не их территория. И возвращаются сюда. Кстати, я даже про свою дочку не уверена, что она останется там. На мой взгляд, молодежь не до конца понимает возможности региона для них конкретных. Мне кажется, им активнее надо рассказывать, что у них здесь есть все условия, для них созданы все условия для того, чтобы реализовать идеи. И, мне кажется, выстроив диалог с молодежью, мы наиболее точно поймем, а что хотят именно они. И тогда, услышав их, создадим то, что они хотят. А мы в регионе можем все, это точно. А кто настраивает их на такие решения? Родители? Родители, несмотря на возраст ребенка, играют очень большую роль. Хоть ребенку 20, хоть 25, может быть, внешне молодые люди и делают вид, что они не прислушиваются. Это неправда. К мнению родителей прислушивают всегда. И если родитель сам чувствует себя не очень комфортно по каким-то причинам, то он настраивает так и ребенка. Поэтому работать-то надо всем вместе. И родителям, и детям, и молодежи. Наталья Владимировна, что нужно сегодня делать родителям, школьникам, дошкольникам, студентам, чтобы в будущем гордиться своим чадом? Ребенка нужно не только слушать, но и слышать. Это первая проблема родителей. Но, как правило, приходят вечером, и всегда фраза «мне некогда, давай завтра». А завтра опять получается то же самое. Вот если ребенка услышать, тогда понять можно, что ему нужно, чтобы двигаться вперед. Это первое. Второе. Дать возможность реализовать то, что хочет ребенок, не ограничивая. Вот он пусть будет и танцором, пусть он будет спортсменом, пусть он играет на инструменте. Пусть попробует все для того, чтобы понять, а где же его. А у нас чаще всего родители. Ты будешь танцевать, мне так хочется. Я хочу, чтобы ты пел. Я хочу, чтобы ты танцевал. Это неправильный подход. Пусть он попробует себя во всем. И вот когда ребенок найдет себя, тогда он будет абсолютно успешным. И обязательно любить, гладить, обнимать. Вот эти тактильные моменты, чем их больше, и независимо от возраста, тем лучше. Наталья Владимировна, где вы сами будете завтра, 1 сентября, в 10 утра, когда по всему городу, по всей области, по всей стране пройдут линейки Дня Знаний? Я по дороге на работу обязательно заеду, посмотрю, как готовы ряд школ к 1 сентября. А вот конкретно, где буду я, на каких линейках, не поверите, решится только сегодня вечером. А где бы вы хотели оказаться? В какой школе? Я бы хотела везде и сразу. Я хочу в каждой школе. Я хочу и в сельской школе оказаться. Но, к сожалению, не получается раздваиваться. До этого мы еще... Прогресс не дошел. Очень хочется, чтобы он до этого дошел, и мы могли оказаться сразу в нескольких местах. Скучаете по преподавательской деятельности? Скучаю, честно. Я очень люблю студентов, я очень люблю аудиторию. И, вы знаете, 23 года преподавания в ВУЗе нисколько не сняло меня, с меня элемент волнения. И первый раз я заходила в аудиторию, и последний, и неограниченное количество раз, и всегда заходила с волнением. Это значит, интерес к работе не погас. Это значит, есть желание преподавать, работать с молодежью, передавать свои знания. И еще очень приятно. От них же всегда обратная реакция. И очень многие пошли по моим стопам. Это здорово. Это здорово. Наталья Вадимовна, а сейчас волнуетесь, поступая в залах правительства? Волнуюсь всегда. Всегда. Может быть, это не видно. Как перебороть волнение? Скажите вашу представку. А его не надо перебороть. Абсолютно не надо. Это нормальная реакция организма. И причем правильная. Ну, голос же дрожит, руки ищут. Нет, а волнение не проявляется в дрожании голоса или рук. Волнение – это правильная составляющая человека. Если он не волнуется, значит, ему все бессмысленно. Значит, ему ничего не интересно. А это неправильно. Пусть волнение немножко будет всегда. Что вы хотели бы пожелать дошкольникам, школьникам, студентам, педагогам в преддверии нового учебного года? Я хочу пожелать, безусловно, всем здоровья, чтобы берегли себя, берегли своих близких. Я желаю новых знаний, новых побед. Даже самых маленьких, но это тоже победы. Я желаю педагогам такой ответной реакции от ваших учеников. Это будет зависеть от вложенного вами. А я знаю, что каждый учитель частичку своего сердца и души обязательно оставляет у ребенка. Родителям слышите своих детей, разговаривайте с ними, обнимайте их, читайте вместе с ними, гуляйте. И вот тогда такой тандем обязательно приведет к успеху. А еще у нас с вами, у всех вместе, детей, родителей, учителей, очень важная задача. Мы с вами, образование должно войти в десятку лучших образовательных систем мира. И это мы сможем сделать только вместе с вами. Успехов вам, мои дорогие. Наталья Владимировна, я намеренно не задавала вопросы про поборы, невкусное питание, платные кружки, материально-техническое обеспечение. Все-таки завтра праздник, не хочется об этом. Но именно с завтрашнего дня обозначатся проблемы, связанные с этими вопросами. Скажите, куда может обратиться каждый ульяновец со своей частной проблемой? На сайте Министерства образования и науки есть и горячая линия, и номера телефонов, онлайн-диалог. Нужно просто задать в поисковике Министерства образования и науки Ульяновской области. Выйдите на наш сайт, и любая для вас удобная возможность связи, телефон, запись на сайте, онлайн-диалог будет обеспечен. Каждая просьба будет рассмотрена? Каждая просьба. И еще, если вы не желаете называть свою фамилию, большая просьба конкретно называть школу. Потому что если говорят о каких-то поборах в целом, я не могу реагировать на целое, потому что мне нужно разбираться с каждым вопросом индивидуально и точно. Я вам обещаю, еще ни разу никого не обманывала, на каждую просьбу, на каждый запрос среагируем обязательно. Наталья Владимировна, спасибо вам большое за ответы на мои вопросы. Дорогие друзья, пусть сбудется все, что пожелала вам Министра образования и науки Ульяновской области Наталья Владимировна Семенова. Это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на ульправда.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова